Идеология Прежде чем говорить об идеологии, надо сначала выяснить, а что вообще такое идея. Можно себе представить, и люди некоторые так и думают, что идея – это просто какая-то мысль. А вот, скажем, мысль о том, что потолок белый, что сегодня погода не солнечная, что небо голубое, что лето будет холодным или тёплым или дождливым. Это идея? Нет. Это никакая не идея. То есть таких мыслей, которые просто описывают то, что есть, очень много. Мысли являются описательными мыслями. Можно бесконечно описывать и вот вести всякие разговоры. Например, разговоры такого рода, как в России, плохо. Цены растут, зарплаты маленькие. В пище добавляют всякого рода добавки. Причем они ухудшают и ухудшают качество этой пищи. Молоко тоже с добавками. Значит, если раньше добавляли только жир, который получается из пальмового масла, и вот в этом году прирост импорта пальмового масла составил почти 29%. То есть бурный рост этого пальмового масла. Почему? Потому что оно в несколько раз, в 3-5 раз дешевле, чем жир молочный. Жир молочный извлекает от этих бикселей, а пальмового масла добавляют вместо молочного жира. Куда? Во все. Творог, там, или как сейчас пишут, молокосодержащий продукт. Считайте. Короче говоря, вот сидят бабушки около домов на скамейках, где еще остались, и рассказывают там, что у нас плохо, что ухудшается, что не делается, какие безобразия и так далее. И прочее, и прочее, и прочее. Это идея. Нет тут никакой идеи. А если, скажем, люди протестуют против того, что происходит, выходят на протестные акции, собирают там тысячи людей. Даже можно собрать десятки тысяч людей. С чем? А с тем, что мы против вот этого, что есть. Вы против, а идея какая-то есть? А за что вы? А нету никакой идеи. Поэтому вот эти все протестные акции, они такую создают иллюзию, что вот народ организовывается для борьбы. Ни для какой борьбы он не организовывается, если я против чего-нибудь. То вот мы все протестовали, потом я пошел в одном направлении, второй, который со мной стоял в другом направлении, третий. В третьем направлении мы все разъехались по домам, и все. Нас ничто не соединяет. Потому что если вы против движения на север, вам еще остается движение на юг, на восток, на запад, на север, на запад, север-восток, юго-запад, юго-восток и вообще по всем направлениям, которые имеются на компасе, которые обозначены. И те, которые не обозначены. Потому что в каком направлении вы пойдете? Не в том, в каком другие пойдут, поэтому из этих отрицательных действий, протестных, так сказать, которыми нет целой партии занимается. Вот, скажем, КПРФ, протестные действия. Что из этого получается? Ничего не получается. Ни с чему это не ведет. Это пустое времяпрепровождение, которое как бы лишь подчеркивает ту политику, которая проводится, и ей не мешает. Я вот буду вас отнимать и иду, а вы протестуйте. Я деньги буду отнимать, а вы протестуйте. Я вас вообще раздену. А вы можете опять протестовать. Если бы так боролось наше государство с преступностью, я думаю, что эта преступность бы все уже захватила. То есть протестные действия – это чепуха. То же самое. Есть так называемые движения сопротивления. Вы у меня отбираете, а я сопротивляюсь. Вы ко мне приходите и под видом установки счетчиков, или проверки счетчиков, они так говорят. Вы забираете деньги. Но вы сами отдаете, сами отдаете. Вы сопротивляетесь? Сопротивлялись. Сильно сопротивлялись? Не сильно. Отдали? Отдали. Ну раз отдали, значит, вы добровольно отдали. Вас били? Не били. Ну раз не били, значит, кто виноват? Кто отдал? И никуда вы не пойдете. И некуда жаловаться. Ни в суд, ни в прокуратуру. Никуда. Потому что вы финансируете этих мошенников. Вот они обойдут тысячу человек, по две тысячи возьму, получается, они получили два миллиона. Теперь им уже не остановиться. Представляете, вы несчастные получаете пенсии, зарплаты, а люди получают от обхода домов, к доверчивым людям приходят и отбирают эти деньги. Как отбирают? Добровольно. А почему это? Как называется такой вид преступлений в уголовном кодусе? Он называется мошенничеством. Записывается это так. Мошенничество – это злоупотребление доверием. Какой выход? Вы не доверяете мошенникам. Но тут что получилось? Что вы все-таки сопротивлялись? Вы не сразу же отдали? Не сразу же. Значит, вы сопротивлялись. Но создайте движение сопротивления. И будете сопротивляться этим мошеннику. То есть мошенники будут действовать, и они вместо двух миллионов получат только полтора. Вот это будет результат движения сопротивления. Сопротивление не останавливает то, что проходит. Вот, скажем, была Вторая мировая война. Советский Союз, значит, вел военные действия против фашистской Германии, направленные на ее разгром. А в странах Европы было движение сопротивления. Оно помогало нам? Помогало. А в чем состояло движение? Ну, мешать. Гитлеровский мать. Мешать, где-то там песочек подсыпать, какие-нибудь машины, танки, чтобы они где-то заглохли или ходили хуже. И еще, так сказать, где-то что-то портить. Это положительное, это положительное. Но это движение сопротивления никак не может привести к никакой победе. Я вас бью, а вы сопротивляете. Я вас отнимаю, а вы сопротивляете. Ну, что из этого сопротивления может получиться? Ничего не может получиться. А для того, чтобы бороться, нужно не просто поставить себе задачу и победить. Поэтому не будем это путать. Поэтому прежде всего надо разобраться, что такое идея. Идей мало, а мыслей много всяких разных. Всяких высказываний много, осуждений много. И нет таких людей, которые не могут какие-нибудь мысли высказать. А людей, которые могут определить идею, очень мало. А что такое идея? Идея – это не всякая мысль, а такая мысль, которая направлена на изменение существующего мира. И не просто она направлена, чтобы не было хотелось бы. Она имеет не только такую цель – изменить мир, изменить обстоятельства, изменить условия жизни, изменить общественный строй и так далее. Но, или улучшить общественный строй, она и имеет пути к этому, дорогу к этому, знает. Вот если у вас имеется такая мысль, которая при своей реализации может изменить к лучшему вашу жизнь и жизнь других людей, вот эта уже мысль называется идеей. То есть преобразующая мысль. Мысль, которая, если овладеет массами, то она станет материальной силой. Потому что мысль такая, чтобы протестовать, она даже если овладеет массами, она не станет никакой материальной силой, потому что в ней нет никакой направленности, нет никакой задачи и нет никакого пути к улучшению. А если речь идет о такой мысли, которая базируется на изучении истории, которая выражает интересы передового класса, которая выражает интересы трудящихся, если она овладевает миллионами, она становится материальной силой, и эти миллионы завоевывает то, что, собственно говоря, содержится в этой мысли. Поэтому идеология – это очень важная сфера, и идеология – это сфера идей. В идеях надо разбираться, различать идеи, классифицировать идеи и выяснять, к чему эти идеи ведут и в каком случае они, эти идеи, помогают изменять мир. Ну, поскольку мы с вами уже рассмотрели вопрос о классах, о государстве, о политике, поэтому мы понимаем, что для того, чтобы какой-то другой общественный вопрос рассмотреть, нужно встать на классовые позиции, то есть нужно определить, каким глазом какие идеи выгодны. То есть нужно не просто зафиксировать, что вот эти мысли ведут изменение существующего положения, а какие идеи выгодны этому классу, а какие идеи выгодны противоположному классу. Сколько у нас существует в буржуазном обществе классов? В буржуазном обществе существует всего три класса. Три. Первый класс – это рабочий класс. Рабочий класс – это наемные работники, которые непосредственно производят материальные влаги, но производят они на тех предприятиях, где работают. А работают они на тех предприятиях, которые принадлежат собственникам средств производства, и рабочие продали собственникам средств производства свою рабочую силу, и капиталисты используют теперь эту рабочую силу в интересах извлечения прибавочной стоимости. По данным, которые рассчитал и которые изучил доктор экономических наук Мазур, сейчас за один час в России рабочие вырабатывают продукты, достаточные для выплаты зарплаты. А остальные часы, семь часов, если не нарушается общий регламент времени, и больше, они все это время создают прибавочную стоимость, как основы несметных богатств наших российских капиталистов. Есть другой класс, противоположный. Это собственники средств производства, богатство которых, благосостояние которых, связано с присвоением чужого неоплаченного труда, чужого неоплаченного труда рабочих, которые продали им свою рабочую силу, продают им свою рабочую силу, чтобы они ее в течение рабочего времени использовали. Вот этот класс называется капиталистическим классом. Класс капиталистов живет чужим трудом, это эксплуататуры, ну и, соответственно, идеи их связаны с тем, чтобы упрочивать эту самую эксплуатацию и делать ее более эффективной. Как это можно делать? Можно это делать за счет удлинения рабочего дня, ухудшения условий, сокращения заработной платы, а можно делать на основе научно-технического прогресса за счет того, чтобы ту зарплату, которую им выплачивают, чтобы этот продукт вырабатывался за меньшее время. Вот в капитале есть такой раздел, специальная глава в первом томе, абсолютная и относительная прибавочная стоимость. Абсолютная прибавочная стоимость получается за счет удлинения рабочего дня и за счет того, что все больше рабочие работают на капитализе. А относительная прибавочная стоимость, она за счет технического прогресса, роста производительности труда, сокращает долю того времени, которое соответствует необходимому труду рабочему, то есть такому труду, который необходим для выпуска продукции, эквивалентной его заработной плате. Поэтому долю можно все время понижать за счет технического прогресса. Поэтому нельзя сказать, что буржуазии не заинтересованы в техническом прогрессе. Заинтересованы, чем выше технический прогресс, чем выше производительность труда, тем меньше доля рабочих продукций, тем больше доли капиталистов относительной прибавочной стоимости. Вот люди, которые этого и не знают, и не понимают, они вот сейчас выступают с такой идеей, дескать, давайте будем требовать индексации. Обязательную индексацию сделаем. Это странное такое требование, потому что в нынешнем трудовом кодексе записано, что необходимо повышение уровня реального содержания заработки. А как можно повысить уровень реального содержания зарплаты? Если цены растут, и наш Центробанк закладывает 4% инфляции ежегодно, а 4% инфляции означает, что 2% вас точно заберут. То есть точно ваш жизненный уровень понижается на 2%, централизованно. В этом состоит государственная политика, которую проводит Центробанк. Эта государственная политика рекомендована была в свое время английским экономистом, лордом Джоном Эйнардом Кейнсом. Он говорил, что не надо там вступать в какую-то борьбу на отдельном предприятии, вы просто повышаете цены, и эта зарплата ваша будет уменьшаться, зарплата рабочих будет уменьшаться, и вы добьетесь того же самого без такой борьбы. При этом это воспринимается как некое стихийное бедствие. Сказать, ну что сделаешь, цены растут. А только они сами-то не растут. Цены вообще никогда не растут. Некоторые товарищи даже уверяют, что цены растут. Нет. Вы посмотрите, вы хоть когда-нибудь смотрели на ценник, вот вы смотрите на нем, цифра на нем не меняется. Пока человек не заменит этот ценник, или придет, зачеркнет, и напишет другую величину. Поэтому цены не растут, цены повышают. Кто их повышает? Ну, повышает тот, кто хочет понизить вашу заработную плату реальную. А вопрос не в том, сколько бумажек вы получите, а сколько вы на эти бумажки приобретете продуктов, которые будут эквивалентны вашей заработной плате. Так вот, вместо того, чтобы по крайней мере исходить из того, что записано в Хродовом кодексе, а в Хродовом кодексе в статье 130 записано, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы. А в статье 134, прямо в заголовке говорится, обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы. Вместо того, чтобы добиваться выполнения этих норм закона, в том числе требовать, чтобы за них была установлена ответственность, а ответственности никакой. в том числе, например, такая, как установленная за невыплату зарплаты. Невыплата зарплаты теперь карается, в том числе и в уголовном порядке имеется по этому поводу соответствующая статья в уголовном кодексе. Поэтому, скажем, невыплата зарплаты работникам, строителям, которые строили космодром Восточный, привела к тому, чтобы было возбуждено при содействии товарища Рогозина, вице-премьера, при содействии Рогозина были возбуждены десятки уголовных дел и заработная плата стала выплачиваться. Но если вы хотите сделать обязательным повышение уровня реального содержания зарплаты, это было бы хорошо. Но вот, тем не менее, есть, скажем, целые партии, это какие? Это Ротфронт, РКРП, это КПРФ, это Справедливая Россия, ЛДПР, они вместе в содружестве выступали за то, чтобы сделать обязательную индексацию. Причем они, идея, так сказать, можно сказать, глупая была в основе, потому что они думали, что для того, чтобы сделать ее обязательной, надо написать саму статью слова, что индексация заработной планы является обязательной. Эти люди, я считаю, такие же наивны, как дети, которые не понимают, что запись просто в статье чего-нибудь, если нет ответственности за это, и эта ответственность не является такой достаточно сильной, они ни к чему, эта запись ни к чему не приведет, ничего не изменит. Например, что говорил Горбачев? Горбачев говорил, что что можно, что разрешено, что можно делать? То, что разрешено законом, можно делать. То, что не запрещено законом, можно делать. То, что запрещено законом, но нет никакой ответственности, тоже можно делать. Но можно и делать то, что запрещено законом, есть ответственность, Но она меньше, чем ту выгоду, которую получит тот, кто нарушает эти законы. А сейчас какая ситуация? От того, что вы напишите еще одно слово, обязательное, что индексация является обязательной, ничего не изменится вообще, потому что никаких мер в этом плане нет ни в Кодексе об административных правонарушениях, ни в Уголовном Кодексе. Поэтому и эта запись, и запись, которая существует сегодня в Кодексе, что повышение уровня реального содержания заработной платы, не просто повышение, обеспечение повышения уровня. И что государство гарантирует, сводится к тому, что если вы будете за это бороться в порядке забастовочной борьбы, забастовка разрешена современным законодательством, право на забастовку имеется в Конституции, право на забастовку гарантируется Трудовым Кодексом, поскольку там предусмотрена процедура организации забастовки. То есть все это есть. Но если люди этим не пользуются, они этого, естественно, не получат. Вот так соотносятся интересы рабочих и интересы капиталистов в современной России. При этом мы можем видеть, как это выражено в цифрах. За последние три года заработная плата в России реальная снизилась примерно на 10%. А количество долларов-миллионеров и долларов-миллиардеров выросло только за 2016 год. В 2016 год количество долларов-миллионеров выросло на 10%, а долларов-миллиардеров на 11%. А в 2017 году количество или число людей, которые имеют состояние более 500 миллионов долларов, или 500 миллионов долларов и более, выросло на 22%. То есть с одной стороны идет понижение дохода граждан, а с другой стороны – расширение. И противоположность интересов классов, она очень явно выражена. Если, скажем, я являюсь хозяином предприятия, у меня на предприятии работают тысячи человек, я собираю собрание этого предприятия или конференцию, и рассказываю, что сейчас кризис, что сейчас все тяжело в экономике, есть санкции иностранные, они подрывают наше вообще предприятие под угрозой, и я как собственник раздумываю, то ли закрыть предприятие, поскольку я имею право его закрыть, я же собственник, то ли вот пойти на некоторые меры, которые я хочу с вами обсудить. А меры такие, давайте на 2000 рублей уменьшим заработную плату. Это будет, может быть, некоторые трудности, конечно, породит, но зато вы сохраните рабочие места, семьи у вас будут обеспечены зарплатой. Ну вот по какому пути мне пойти? Я хочу, чтобы вы сказали, закрывать предприятие прямо с завтрашнего дня, или вот понизить зарплату. Не, не закрывайте, давайте понижайте. Значит, считаем. У меня, например, 2000 человек, понизил я зарплату на 2000 рублей каждому, 2000 умножаю на 1000, что получаю? Получаю 2 миллиона рублей в месяц. Я получил в результате этой беседы. Ну зачем я буду заниматься техническим прогрессом? Зачем я буду заниматься повышением квалификации работников? Когда я просто вот с ними поговорил и без всяких, так сказать, проблем, без волнений сократил зарплату, увеличил свою прибыль и получил в год 24 миллиона рублей, ничего не делая в нашей экономике. Вот вы наблюдаете, в чем кризисное состояние экономики, что бешено растут прибыли наших капиталистов, ничего не происходит серьезного, в развитии нашей экономики. А жизненный уровень трудящих ухудшается. То есть идет дележка. И передележка из того дохода, который получается в результате движения нашего производства. Вот противоположные интересы. Классы имеют противоположные интересы. А есть еще один класс. В российском обществе третий. Название у него мелкий буржуа. Некоторые товарищи, которые специально этот вопрос о классах не изучали, не знают, что такое мелкий буржуа. Они думают, что мелкий буржуа – это маленький буржуй. Нет, маленький буржуй – это буржуй. А то есть буржуа. Что такое буржуа? Это капиталист, основной источник которого – это прибавочный труд рабочих. А мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Вот определение мелкого буржуа. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок – это человек, который, а, работает своим трудом, б, у него есть средства производства элементарные, допустим, у него есть, если он сельскохозяйственный, мелкие буржуа, у него есть лопата, у него есть, может быть, свиньи, куры, козы. Это средства производства, которое позволяет производить мясо, яйца и так далее, пух. Вот он занят производство, производит товары и выносит их на рынок. Поэтому он, с одной стороны, трудящийся, поскольку он трудится самостоятельно, никого не эксплуатирует, или, может быть, он кого-то и нанят, но если он больше получает дохода от собственного труда, чем от труда наемного, то он не буржуа, а он мелкий буржуа. То есть мелкий буржуа – это мелких хозяйчик, работающих на рынок. Значит, с одной стороны, капитализм, он этот класс пытается уничтожить. Почему? Развивается капиталистическое производство, оно делает продукцию механизированным способом, и раньше, в период свободного капитализма, или период капитализма на свободной конкуренции, и это приводило к тому, что цены на продукцию падали, и разорялись мелкие буржуа, у которых высокие затраты. Сейчас экономика монопольная. А раз экономика монопольная, то цены увеличиваются, вопреки тому, что затраты труда сокращаются, причем увеличиваются настолько, что возможно производить продукцию и получать доход даже полукустарным, полуручным способом. И вот это производство полукустарным, полуручным способом, тем самым поддерживает известную часть населения, которое занимается на основах такого самостоятельного товарного хозяйства за счет собственного труда и выносит продукты этого труда на рынок. Поэтому класс мелкого буржуа, с одной стороны, находится под воздействием тенденции к сокращению, а с другой стороны, он пополняется все новыми и новыми людьми, которые выброшены из производства на капиталистических предприятиях и рассчитывают, как говорят, на собственное дело. А что значит собственное дело? Можно подумать, что люди, которые, скажем, чем-то важным занимаются, у них не собственное дело. Ну вот этот класс мелкого буржуа, мелкого буржуа достаточно большой. В России и в других странах он большой. То есть в современном буржуазном обществе есть три класса. Рабочий класс, буржуазный класс, это противоположные классы по своему положению и, соответственно, по своим экономическим интересам, и класс мелких буржуа. Следовательно, идеи, которые находятся в сфере идеологии, как мы говорим, в сфере общественного сознания, эти идеи тоже разделяются на три группы. Первая группа – это идеи, которые связаны с положением рабочего класса и направлены на улучшение положения рабочего класса. Есть идеи, которые связаны с положением капиталистов. Это буржуазные идеи. Эти буржуазные идеи при своей реализации улучшают положение буржуазей. То есть существует один комплекс идей или одна система идей – это пролетарские идеи, и они составляют пролетарскую идеологию. И другая – противоположная система идей. Эти идеи составляют буржуазную идеологию. Ну а что касается идей, которые вытекают из экономических интересов мелкой буржуазии. А мелкой буржуазии противоречиво. И положение ее противоречиво. С одной стороны – трудящиеся. Как каждому трудящемуся, ему выгодно то, что нужно всем трудящимся. То есть, чтобы цены падали, чтобы было больше каких-то бесплатных услуг, бесплатное образование, или сохранялось оно бесплатной медицины и так далее. С одной стороны. С другой стороны, поскольку это собственники, им выгодно то, что выгодно собственникам. Они хотят повышать цену на свои продукты, потому что увеличивается доход. Поэтому они вроде как на те продукты, которые они потребляют, хотели бы, чтобы цены на них падали, а на те продукты, которые они производят, чтобы эти цены, наоборот, росли и так далее. И всякий мелкий буржуа своим идеалом имеет кого? Буржуа. То есть, он хотел бы стать настоящим буржуа. Стать бы крупным собственником, эксплуататором. Эксплуатировать, создать завод или фабрику, нанять бы работников и эксплуатировать бы рабочих. Поэтому, что касается системы идей в головах мелких буржуа, никакой этой системы нет и не может быть, потому что в ней, в этих головах содержатся прямо противоположные идеи. С одной стороны, буржуазные, с другой стороны, пролетарские. И такие идеи он может поддержать, и другие идеи он может поддержать. И поэтому сам мелкий буржуа, как такая колеблющаяся сила, но это большая сила, поэтому каждый класс стремится завоевать мелких буржуа на свою сторону. Каким образом? Ну, таким образом, что он делает упор на те идеи, которые совпадают у него с идеями мелкого буржуа. А у мелкого буржуа одни есть идеи, прямо противоположные. У него в голове каша, у него в голове месиво из противоположных идей. А в целом, в буржуазном обществе третьей идеологии нет. И никакой третьей идеологии, как писал Ленин в работе «Что делать?» Третья идеология не выработала человечество. Есть идеология буржуазная, есть идеология пролетарская, идеология рабочего класса, и третья идеология не выработала человечество. Вот что имеет место. А идеи, то есть такие мысли, которые отвечают на вопрос, что делать, следовательно, разделяются на такие идеи о том, что нужно делать рабочему классу для того, чтобы стать классом, который освободился от эксплуатации, освободился от продажи рабочей силы капиталистов, совершил социалистическую революцию, построил социализм и довел дело до полного уничтожения классов, сохраняя на весь этот период свое государство. Это вот идеи паралитарской. А идеи буржуазные состоят в том, что доказывать нужно, что это последняя и самая высокая точка в развитии общества. Известна даже такая точка зрения, как конец истории, и, так сказать, история на капитализме заканчивается. Никакого другого способа нет. Вот видите, попробовали при социализме вот в России пойти дальше, в Советском Союзе, а все равно вернулись назад. То есть не надо никуда больше заходить, капитализм хороший строй, свободный строй, вы можете говорить все, что хотите, у нас буржуазная демократия. И никакого следующего строя, никакого социализма, коммунизма не будет, поэтому надо думать о том, как вот нам налаживать капиталистическое общество и обустраивать его, ибо это вечная, так сказать, форма существования человечества. И в философии тоже появилась такая идея, что это вот конец истории, якобы, капитализм – конец истории. Это противоположные идеи. Ну вот теперь, что характеризует идеи? И поскольку рабочий класс является классом прогрессивным, то он концентрирует на этом поле, он заинтересован в поддержке всех прогрессивных идей, вообще в областях, в науке, в культуре, в экономике, в искусстве, везде. Что касается буржуазии, ну она может поддерживать такие идеи, которые связаны с развитием техники, с развитием производства, поскольку они, эти идеи, позволяют повышать прибавочную стоимость, увеличивать прибыль. Поэтому нельзя сказать, что буржуазии никаких в своей системе идей в идеологии не содержат. Какие-то идеи, связанные с техническим прогрессом, с ростом создательной труда, есть в то же время, поскольку буржуазия заинтересована в том, чтобы эксплуатировать рабочих, рабочий класс, она защищает всякие идеи, которые направлены на сохранение и закрепление эксплуатации трудящихся. Она не случайно, когда была еще передовым классом, выступала против религии, выступала за то, чтобы отделить школу от церкви, от церкви как государство. А став силой реакционной, сейчас буржуазии все больше и больше решаются с церковниками, поддерживаются разного рода религии. Почему? Потому как, как известно, это записано еще в Библии, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Значит, поскольку дело обстоит таким образом, поэтому все небогатые, все бедные должны понять, как тяжело богатым, потому что богатым в рай дорога закрыта. А раз дорога закрыта, это записано в главной книге, там в Библии, поэтому рай они могут создать только на земле. Они вы создаетесь на земле, а вы, если вы не буржуа, а вы получите жизнь вечную, вечное блаженство, а вы будете в раю. Раз вы будете в раю, так пока не мешайте нам туда обустраивать, нам, капиталистам, буржуа, обустраивать свою земную жизнь здесь. Поэтому такое вот тесное единение с религией, тесное единение с церковниками, которые помогают, закрепляют эту самую эксплуатацию. Почему? Почему? Сама идея религии, идея не на Божие. Есть пастырь, вот он, так сказать, всеми командует, а вы рабы Божии. Поэтому идея рабства, которая установилась в христианство, эта идея рабства есть главная вообще идея религиозная. Главная идея христианства, что вы есть некий пастырь, есть рабы. И, между прочим, если человек читал Библию и знает, за что Бог выгнал Адама и Еву из рая, из-за того, что они нарушили его завет, они попробовали, вкусили яблоко от дерева добра и зла. Когда возмущенный Бог говорит, что вы захотели узнать, что это добро, а что зло, вы хотели быть как мы, как Боги, а, видимо, по Божьему замыслу, люди не должны были знать, что добро и что зло, и быть просто как животные, как кошки, как собаки, как любые домашние животные, как бараны, как опцы, которые не понимают, что добро, а что зло. И вот освобождение от эксплуатации, освобождение от гнёда, это и есть освобождение от таких вот религиозных бедей, что есть некий пастырь, а вы просто рабы. И если вас ударили по одной щеке, то подставьте другую ещё, хоть никакой классовой борьбы, никакой борьбы за своё освобождение. Поэтому религия действительно является опиум народа. И это вот идеи религиозные, они играют сейчас роль негативную. Хотя было время, когда становились государства ещё рабовладельческие, когда освобождались от суеверий люди, и тогда идеи религиозные способствовали созданию крупных феодальных государств, и было время, когда эти идеи были прогрессивны. То есть мы должны идеологию, идеи рассматривать не только с точки зрения того, интересы какого класса выражают эти идеи, но рассматривать их с той точки зрения, что эти идеи в одну эпоху могут быть прогрессивными, а в другую эпоху стать реакционными. В своё время буржуатная идеология, как идеология нарождающейся буржуазии, которая боролась с феодализмом, боролась с крепостничеством, боролась с возобождением крестьянства, она была прогрессивной идеологией. На сегодняшний день она идеология реакционная, и поэтому всякого рода маркобесия пребывает и вполне соседствует с буржуатными идеями. Идеология, таким образом, это спектр идей, выражающих экономические интересы классов в общественно-экономической формации. А чтобы увидеть весь этот спектр, надо хорошо понимать, в чём состоят экономические интересы, что это такое, и, соответственно, сводить идеи к экономическим интересам. А экономические интересы, как я уже говорил, это такая характеристика положения людей, которые показывают, что людям выгодно в силу их экономического положения. То есть, что улучшает или что ухудшает их положение, и в какой мере. Вот если мы такие все действия рассмотрим или опишем, то мы опишем весь спектр идей. Идея, бывает, выражают коренные интересы класса. Иногда выражают побочные, все минутные интересы класса. То есть, есть интересы долговременные, связанные с долговременными изменениями, коренными. Соответственно, есть долговременные и коренные интересы класса. А есть все минутные, несущественные, побочные интересы класса, которые тоже связаны с какими-то изменениями, но несущественными, незначительными и так далее. Отсюда и есть такое определение, такой категории, как ревизионизм. Ревизионизм – это свечение внутри марксизма, внутри идеологии рабочего класса, которая враждебна марксизму, но выступает в марксистской одежде, как некое творческое развитие марксизма, творческое развитие пролетарской идеологии. Ну вот такого рода ревизия сначала выступала как Бернштейнеанство, которое проводило такую мысль, что вот движение, рабочее движение – это все, а конечная цель – ничто. То есть конечная цель – освобождение от эксплуатации, создание социалистического государства, использование этого социалистического государства рабочим классом для борьбы сначала за социализм, а потом за полный коммунизм. Все это выбрасывалось. Это ревизионизм. Но есть такое понятие, которое называется оппортунизмом. Оппортунист, писал Ленин, не предает своей партии, не отходит от нее, он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроению в минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и семинутным. Ну, соответственно, и отношение оппортунистов к идеям. Они какие-то мелкие, частные идеи, незначительные, тоже направленные на улучшение положения своего класса поддерживают, а крупные они не понимают, не реализовывают и не защищают. Ну, самой крупной такой идеей для пролетарской идеологии, конечно, является идея диктатуры рабочего класса, диктатуры пролетариата. Ну, а самой крупной идеей для буржуазии, естественной является, тоже идея диктатуры класса, но уже диктатуры буржуазного класса. Ленин писал, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политический настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Между тем, в Советском Союзе, в руководстве Коммунистической партии Советского Союза, имело место ревизионистское извращение той теории, которая должна, по идее, была выражать интересы рабочего класса. На 22 съезде, в докладе первого секретаря Никиты Хрущева, было заявлено, что вот уже отпала необходимость в диктатуре пролетариата, она себя исчерпала. Хотя, если базироваться на работах Ленина, в том числе на работе Великий Почин, и на государстве революции, на всей теории государства и права, которые создали Маркс, Энгельс и Ленин, совершенно очевидно, что пока государство есть, оно классовое, а раз оно классовое, то оно осуществляет диктатуру класса. А диктатура класса – это власть, не ограниченная никакими законами. Почему не ограниченная? Почему государственная власть не ограничена никакими законами? Потому что тот класс, который держит в своих руках политическую власть, то есть политический господствующий класс, он может установить любые законы, и нет для этого никаких препятствий. Например, сейчас в России в Государственной Думе только одна буржуазная партия, Единая Россия, имеет более половины голосов в Нижней Палате Парламента Думы. А есть еще и Справедливая Россия, которая еще одна партия. А есть еще и ЛДПР, которая еще одна партия, и тоже буржуазная. Поэтому у нас, наш буржуазный класс имеет как бы три головы, и это трехглавый ЗМИ, у которого есть и одна, и другая, и третья политическая голова. И все это такая тройная, тройственная партия политическая, партия буржуазии. У нас государство имеет ербом двухглавый, а вот партия у нас трехглавый разная, вот авангард класса трехглавый. Значит, что произошло в Советском Союзе? В Советском Союзе произошла ревизия марксизма, то есть господствующее положение получили идеи, противоположные идеологии рабочего класса, и это привело к чему? Потому что эти идеи, а не написано ведь нигде, что только прогрессивные идеи, если они овладевают массами, они становятся материальной силой. Нет, это относится к любым идеям. Вот если идеи буржуазные овладевают массами, они тоже становятся материальной силой. И вот эти буржуазные идеи овладели массами, тем более мелкобуржуазные настроения в обществе, они при социализме не исчезали. Это идея о том, чтобы давать обществу поменьше и похуже, и брать от него побольше и получше. Она присутствовала при социализме, никуда она не делась. Это вот то самое родимое пятно, о котором говорил и Маркс, и Ленин, что остаются родимые пятна капитализма, и это делает социализм только низшей пазы коммунизма. И он отличается от высшей пазы коммунизма. И вот наличие таких идей, и то обстоятельство, что они приобрели господствующую форму, и они стали главной силой в Советском Союзе, привело к тому, что Советский Союз был разрушен, уничтожен. То есть уничтожен он был не только за счет внешнего воздействия извне, причем воздействием больше всего идеологического, в результате идеологических диверсий. Но эти идеологические диверсии падали на благодатную почву, во-первых, на ту почву, что имела есть место в обществе, и мелкая буржавность, и еще есть перерождение партийной верхушки. А перерождение партийной верхушки связано с тем, что в свое время состоялся в 30-х годах отход от принципа формирования Советов по фабрикам и заводам. В программе партии во второй программе РКПБ было записано, что Советское государство или государство формируется не по территориальному, а по производственному принципу, что Советы издаются, собираются и образуются не от территориальных округов, а от фабрик и заводов. То есть власть, социалистическое государство строится не по территориальным округам, а строится от производственных единиц, по фабрикам и заводам. И вот это обстоятельство позволяло строительство советской власти по фабрикам и заводам, это обстоятельство позволяло отзывать тех, кто взорвался, кто отошел от интересов рабочего класса, который изменил его целям, его задачам, его интересам и так далее. То есть советский принцип формирования государства от фабрик и заводов, или как было записано в программе партии, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод и фабрика. Раз это основная избирательная единица, то избиратели, то есть в данном случае завод, в лице собрания или конференции собирается и отзывает своего депутата. И он тем самым уходит из городского совета, поскольку из членов городского совета формируются делегаты съезда советов, так было в ленинское время, и так было первоначально и задумано, и осуждено, то он, соответственно, выходит, перестает быть членом съезда, или членом Центрального исполнительного комитета. То есть обеспечивается самое демократическое право, из всех демократических прав. Это право отзыва. Если я могу только избрать парламент или совет, и не могу отозвать, то на самом деле не мне будет служить этот депутат, будет он служить своим интересам. И если раньше он пытался маскировать эту всю свою деятельность под то, что он якобы служит обществу, а на самом деле он решал свои какие-то личные проблемы, то после того, что произошло в Советском Союзе, после реставрации капитализма, уже прямо был провозглашен такой принцип. Принцип приоритета личных интересов. Все для личностей. Раз принцип приоритета, то можно сказать, что борьба с карьеризмом, с бюрократизмом в условиях такого общества, которое сделало принцип приоритета личных интересов главным, она не приведет к успеху. Почему? Потому что стал человек министром, таким министром, как увлекаешь, стал министром экономического развития. Что он должен делать в соответствии с главным принципом нашего буржуазного российского общества? Он должен позаботиться о своих интересах личных. Не то, чтобы он ничего не должен делать, кроме них. Нет. Это он должен делать из обязанностей. Свои министры должны выполнять. Но главный принцип, принцип приоритета личных интересов. Господствует в буржуазном обществе. Поэтому карьеризм, бюрократизм, вестность, ведомственность, месничество, комасло, все это возродилось с большой силой. И все это присутствует в современном буржуазном обществе и характеризует его политическую, экономическую, идеологическую жизнь. Существует такое понятие, как идеологическая борьба. Но поскольку сфера идей, она, это сфера, в которой идеи разделяются на бурразные пролетарские, каждый класс в сфере идеологии хочет расширить поле своих идей и сузить поле идей противоположного класса. Поэтому классовая борьба идет в сфере идеологии, и она выступает как идеологическая борьба. В период Ельцинского управления широко входил лозунг деидеологизации, который сейчас как-то подзатир. Деидеологизация. С чем это было связано? Ну, это было связано с борьбой против пролетарской идеологии. Дескать, мы от всякой идеологии отказываемся. Некоторые наивные люди отказались от пролетарской идеологии, когда от нее они отказались. Потом они обнаружили, что произошла не идея идеологизации, а переидеологизация. То есть, фактически, главной идеологией, или основной идеологией в буржуазном обществе стала буржуазная идеология. Буржуазная идеология является каждым буржуазном обществе господствующим, и это прямо вытекает из принципа, важнейшего принципа исторического монтажизма, что общественное бытие определяет общественное сознание. Если общественное бытие буржуазное, значит, сознание буржуазное, значит, волноваться не надо за выбор. Они обеспечат вам всегда буржуазную власть, потому что голосуют люди в соответствии с тем, что у них есть в головах, а в головах в буржуазном обществе, в большинстве голов, буржуазная идеология. И поэтому каждый раз во время очередных выборов люди еще раз проверяют эту старую истину исторического материализма, что общественное бытие определяет общественное сознание, и что никогда выборами, через выборы никогда прогрессивный класс современного общества, рабочий класс, к власти прийти не может. А выбор является очень удачным, можно сказать, замечательным средством сохранения диктатуры в буржуазии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...